Региональная безопасность Выводы военнослужащих американских из Сирии, но этот вывод очень осуществился медленно, такими ползучими темпами. Многие даже подозревали в этом какой-то подвох, что не более чем слова американцев на севере Сирии так и остаются. Но последняя реакция президента США была по-своему очень замечательной. Он объявил о выводе американских военнослужащих и, как всегда, в Твиттере очень подробно написал о своем отношении к данному событию. Поэтому целесообразно даже более подробно остановиться на этих высказываниях Трампа. Буквально он сказал следующее. То, что происходит в Сирии, больше не является бизнесом США, сказал Трамп. Также сказал, что в американской нынешней администрации в наследие от предшественников именно администрации Обама, как он сказал, остались бесконечные и смехотворные войны, которые ведут к истощению американских ресурсов. И охарактеризовал на эти войны, которые фактически начались еще в правлении администрации Буша, как самую большую ошибку за всю историю США. То есть военное вмешательство в процессы на Ближнем Востоке Трамп называл самой большой ошибкой за всю американскую историю. А посетовав на то, что только в Сирии Америка потратила 80 миллиардов долларов без каких-то видимых результатов, непонятно на что, он объявил о том, что американских солдат он оттуда выводит. И также следующая фраза была о том, что мы оставляем Турции, России, Европе, Курдам и Сирии разбираться с нынешними проблемами. А вот это очень интересно, потому что свидетельствует о том, что США, Вашингтон действительно сворачивают свою активность на Ближнем Востоке. И если брать в контексте этого того, что происходило последние месяцы, особенно после атаки 14 сентября на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, это говорит о том, что действительно Вашингтон отходит от военных методов проведения своей политики на Ближнем Востоке. И о том, что США не будут воевать даже за своих ближайших союзников, как они не стали воевать за Саудовскую Аравию, допустим. И я думаю, что вряд ли они не будут воевать даже за Израиль, если даже появятся существенные угрозы безопасности Израиля. Это, безусловно, новый момент достаточно. Он свидетельствует о том, что Ближний Восток уходит постепенно из внешнеполитических приоритетов Вашингтона. Отчасти это объясняется энергетическим фактором. США наращивают успешно добычу нефти, сланцевой нефти в частности. Уже по этому показателю они сравнялись с Саудовской Аравией практически. И в ближайшем будущем США могут стать крупным экспортером нефти. Поэтому фактор энергетической зависимости от Ближнего Востока уже не действует. И для нынешней, по крайней мере, американской администрации, республиканской, уже, в общем-то, достаточно безразлично какие-то детали того, что будут происходить на Ближнем Востоке. Продолжение следует...